Дорогие друзья, уверен, что вы знаете, что такое когнитивное искажение, слышали этот термин, возможно, сталкивались с какими-то статьями, которые рассказывают про когнитивное искажение. И, возможно, у вас даже есть иллюзия, что вы понимаете, о чем речь. Я так говорю, потому что огромное количество, конечно, есть материалов по когнитивным искажениям, но нигде про них не рассказывают правду. На самом деле когнитивные искажения – это ключи к решению жизненных проблем. И вот ближайшие три дня я хочу, чтобы вы вместе со мной прошли всего по трём из 200 когнитивных искажений и увидели, что каждый из них может стать для вас, по сути дела, рецептом достижения целей, получения желаемого, планам действий, возможности улучшения отношений с другими людьми, успеха на работе. То есть на самом деле эти когнитивные искажения звучат просто все сложно. Недооценка бездействия, ошибка выжившего. Все вот просто уже, эффект владения, что это, зачем это. Так рассказывают какие-то эксперименты про самолёты, про каких-то больных раком, понимаете, врачей каких-то, про кружки какие-то. Всё время всё рассказывают. И слушаешь это, вроде всё понятно. Но на самом деле, что такое когнитивное искажение? Это ошибка в том, как я моделирую реальность. И если вы знаете об этом когнитивном искажении, а мы их все допускаем, вот поверьте, вы можете даже знать про когнитивное искажение, всё понимать, но допускать его, потому что когнитивное искажение на то и когнитивное искажение, что они действуют на подсознательном уровне. Они как бы выскакивают, как чёрт из табакерки, и искажают вашу картину реальности. Мы с вами сейчас три дня будем по одному когнитивному искажению прикладывать к своей модели реальности. Ну, там, жизненные ситуации. Кто-то личную сферу может рассмотреть, кто-то профессиональную, кто-то личностные цели, саморазвитие, что угодно. И после того, как мы это приложим, я вам докажу, что знание когнитивных искажений, действительное понимание того, о чём они нам рассказывают, позволяет вам получить желаемое, улучшить качество вашей жизни. И вообще мышление – это наш ключевой ресурс, если мы хотим, чтобы в этой жизни у нас было всё хорошо и всё, так сказать, осмысленно. Поэтому давайте собираемся с духом. Приключение будет невероятным. Welcome!